Белым снегом, белым снегом, ночь метельная Тустьюшку забила. Валерий Константинович, скажите, будут ли комфортно чувствовать Ваши саженцы яблони и абрикосики на территории Новосибирской области? Этой зимой наши градусы погнали на минус 52 градуса. Ой-ой-ой. Объективно посоветуйте. Я уже купила Ваши саженцы и что еще что-то. Ты что советую? Вы же купили, ну. Я первый раз такое вижу. Всякие, ну ладно. Читаем дальше. Ответ. Здравствуйте саженцами, сейчас занимаются мои дети, будет правильно им задать вопрос. Но я потом все-таки не выдержал, все-таки адресовалась мне, видите. Пишу. Официально уже. Ничего не зная о Вашем месте. Общий ответ. Общий. То есть всем нам, кто сейчас тут. Вот. Как я могу и ответить? Итак, саженцы должны быть выносливые. Вдругу понятно. Наиболее морозостойки. Ранетки. Полукультурки. Культурные сорта, привитые на Сибирке и ранетки. Вишни сибирские, штамбовые. Сливы китайские и уссурийские. Мальчурские абрикосы и гибриды с культурными. Груши сибирской селекции. Вы знаете, почему я так написал? Сварог. Это сибирская селекция. Есть еще несколько груш такого же уровня. Они делались в несуте имени Лисовенко. Они красивые, крупные. Все, у них не хватает сладости, зато есть дебильность. Не дебильность, извините. Дубильность. Дуб, от слова дуб. Дубильность есть. И вот эта дубильность делает их как бы полукультурными. Как бы грушами второго сорта. Вот. А вы живете в Новосибирске. Делали вот минус 52. А у вас делают для вас вот эти. Ну, еще остается вариант. Мои уссурийские груши как по новой. Так. А уж. А потом со всего мира, как у меня из Франции плодоносит, не замерзает. Из Бельгии. Ну, в общем, поняли. Следующий момент. Еще кто нужен. Кустарник. Волоси и вишни. Ну, кустарник. У меня есть кустарник. Он всегда по лыбе, по снегу залезет. Должен быть исключен ветер. Знаете, что такое ветер? Ясно риск. Там есть такое понятие. Полярное напряжение. Там не просто бывали актерованные дни. Может быть 30 градусов мороза, 30 градусов северный ветер. Знаете, сколько вместе это? 100. Тут 30, а 30 метров северный ветер. Это плюс 60. 100. Попробуйте при этом. А никак. Закочиняйте 100%. Вот так вот. Получается так. Исключен ветер. Создание так называемых тепловых подушек. Например, с севера и запада может быть дом, высокий забор. Ну, схитрить надо. Я вам показывал такие случаи. Посадка на холмы. Но нижние скелетные ветки все же под снегом. Именно груши, абрикосы весной пока не сопрели. Надо откопать. Ну, а дальше, как мне говорят, научите. По телефону звонят. Говорят, я послушаю. А вы учите меня. Учите меня. Ну, я начинаю вот так вот обычно. А дальше говорю. А еще южный склон. А еще близость незавязающую реку. У нас полно таких. А еще городская черта. Еще 5-10 градусов прибавка. Вот это общее понятие. А вы уже купили. Дальше. Сергей, раз вы купили у Сергея. Значит, он, наверное, половину отрезал. Он уже создал будущую кустарниковидную форму. У вас на северской области от полуметра до метра снега. Вот здесь. Вот здесь. Дальше я не могу рассказывать. Мне на это уйдет. Я специально к этому письму присобачил другое письмо. Мне так складно. Ольга Мархутова. Доброго времени суток. Валерий Константинович. То есть, можно ли два сеанса, что побольше, не пересаживать. Оставить как есть. Маленькие перенесу. Вот. Чего тут не хватило? Моих советов. Садить на постоянное место и никогда не пересаживать. Помните? И вот они эти постоянное место. Вот они, мои сеансы. Мои. Теперь уже не мои. Вот они выросли. И теперь она знает, что по железу надо обязательно, по возможности, оставлять. Ну, раз тут целый ряд. Вот. Естественно, что все не оставишь. Вот этот просится, вот предпоследний, потому что мовочник, красавец, да. Вот. Но придется, может, тут отрезать. Это дополнительно, это для формирования кроны. Ведь если вы его растили, растили. Если он такой вырос за год, это запросто могло быть. У меня такие однолетки обычно делают. И первая и последняя обрезка вот здесь отрезали. Ну, дальше пойдет пышным кустом. Вырожай будет гнуть во все стороны. Ну, и тогда вот этот самый крайний. Он, конечно, по качеству выступает, но не сильно. А вот эти два конкурента, им тесно будет. То есть, этот, этот, остальные оставили. И как-то вяжется, вот, видите, снег в море. Допустим, это тоже Новосибирск. Я не знаю этого. Вот. Вовремя раскопал человек. Снег бы таял и ломал бы эти ветки. Страшная вещь. Вот так вот ломают. Знаете, как? Тр. Значит, человек успел откопать. И когда я говорю, в саду ничего не делать. Вот, если она же обывает бесснежной по всей Сибири. Я помню, вот, 30 сантиметров. Это не страшно. Вот. А вот когда такая зима. Вы знаете, чем эта зима отличается? Буквально от всех. Впервые, за 100, за 200 лет. В каждом районе невиданные эти самые снегопадные. Извините. Алло. Я слушаю, я вебинар провожу, но все равно все. Хорошо. Так, продолжаем. Продолжаем. Значит, что получается? Когда я говорю, что в саду ничего не делать. Бывает понятие, то, что мы называем форс-мажором. Так. А форс-мажор означает, что Все учесть нельзя. Значит, берем лопату в руки и копаем. Хотя, в принципе, Если бы не было столько снега, Можно было бы и не копать, А просто ждать тайне. Вот так далее. Так. И смехи. Лепату. Игнар. Продолжение следует...